Провед, Лешка на проводе. Многие мои клиенты получили запросы из налоговых, ну в рамках проверки и просто от балды, запросы от налоговых органов своих, российских, о том, что я, как их контрагент, Фрэнс Логистикс, находящийся в Финляндии, обязан им доказать налоговым органам Российской Федерации свое фактическое право на доход, согласно статье 312 Налогового кодекса Российской Федерации. Вот такая вот история. И очень многие клиенты, в общем-то, в ужасе меня набирают, мне пишут, что делать, Алексей, помоги. И вот сегодня я вам расскажу, как с этой напастью бороться, но перед тем, как скажу, хотелось бы сделать некое вводное. Вводное заключается в том, что любая финансовая сделка, она отслеживается. Наслеживается она, причем, даже до того и после того, как совершена. То есть, из каких денег эта сделка совершена и куда эти деньги потом пошли. Транзитом, нетранзитом. В принципе, это все можно отследить. И налоговая Российской Федерации, в принципе, это тоже можно отследить. Получив деньги, например, от вас и переведя дальше куда-то, это все оставляет следы. И в банковской системе, и в налоговой системе. Такая история, что раньше можно было разорвать вот эту цепь с помощью покупки-продажи ценных бумаг, земли, например, предметов искусства, неких инвестиций, которые вернулись потом, страховых всяких дел, выплат. Сейчас с этим делом очень сложно, и я уже говорил до этого, что сейчас единственный вариант разорвать цепь финансовую, это в какой-то момент превратить эти финансы в нал. Вот как только деньги превращаются в нал, вы потом с ними можете делать все, что угодно. После этого отследить историю пути этих денег невозможно. Ну, с налом, естественно, борются, но борьба с налом заканчивается, в принципе, тем, что вообще без нала жить невозможно. То есть в каком-то момент все равно нал нужен, значит, запретить полностью нал не получается. И вот, кстати, та история о крипто-долларе, крипто-евро, крипто-рубле, это фактически, на самом деле, целью имеет всего лишь одно. Поэтому, конечно же, никакие не инновационные развития, блокчейны и так далее. Цель очень простая у любого государства при введении крипто-валюты своей, это полное отслеживание всех денег. Причем от момента получения ими, их ими, компаниями, частными лицами, до момента траты этих денег. То есть на каждом крипто-рубле фактически будет история, что получила фирма такая-то, выдала зарплату такому-то, он пошел в магазин, купил булку хлеба. Все отслеживается. Вот тогда у нас будет настоящий цифровой гулаг. Никуда не рыпнуться. Ну и вот фактически то, что происходит сейчас в России, вот по этим запросам, это тоже в той или иной степени, на самом деле, отслеживание финансовых потоков. И теперь давайте посмотрим, что же такое это фактическое право на доход по статье 312 Налогового кодекса. Ну вот то, что пишет налоговое в письме моему клиенту, вы видите. Налоговое подразумевает на самом деле выплату дивидендов, или как их называют на нашем языке, дивов. На самом деле у тех, кто занимается налоговым консультированием, есть несколько слов прямо красивых. Это дивы, это реки, это контрики, и самое красивое слово это каша. Ну, об этом как-нибудь потом. То есть смысл вообще заключается в том, что иностранное лицо получает эти деньги не как свои, то есть не как свой доход. А дальше транзитит его либо в офшор, либо какой-то другой организации. То есть ваш контрагент за рубежом выступает фактически финансовой помойкой. Вот о чем спрашивает налоговая служба. Я на самом деле у своего такс-эдвайзера, большого человека, спросил про это понятие и спросил, как действовать моим клиентам в этой ситуации. Вот его ответ. Без каких-либо купюр. Он, как и я, говорит о том, что у твоих клиентов, Леша, требует доказательства того, что они платят тебе за фракт, а не на дивиденды. Второе, он пишет, что пока нет судебной практики. Вот именно практики, когда речь идет о не дивидендах, а о выплатах за конкретную услугу. Все советы на эту тему, в общем-то, бесполезны, потому что советы можно будет давать тогда, когда будет уже судебная практика по, еще раз повторяю, не выплате дивидендов, а по выплате за перевозки, например. Поэтому ответ моего такс-эдвайзера очень простой. Отписываться и жаловаться в состоящую налоговую о том, что кошмарят бизнес. Ну и он написал, что глобально, ну фактически то, о чем я всегда говорил, война не может быть только государства против коммерческих структур. Она должна вестись также в другую сторону. Война коммерческих структур против государства. В противном случае проигрыш просто обеспечен. Ну и, наконец, еще один момент. Открываем портал Клерк.ру и читаем про вот это новое понятие статус фактического получателя дохода. Минфин не ограничивает компании конкретным перечнем. То есть реально нет перечня, который можно предоставить налоговую для того, чтобы 100% знать, что ты удовлетворил их требования. Но, тем не менее, есть некие, там же в Клерке указаны некие пункты тех моментов, которые нужно указать. И вот мне очень понравился пункт четвертый. Получатель дохода не только находится в стране резидентства, но и ведет реальную экономическую деятельность. Вот ответ коротко на запрос налоговой инспекции. Ну и, соответственно, для доказательства вот этого утверждения достаточно сбросить выписку из торгового реестра, например, мою, и выслать справку о налоговом резидентстве. Вот, в принципе, если вчитаться в текст этой справки, она перед вами, то она как раз и говорит, что в 2021 году, а этот сертификат выдается каждый год, что в 2021 году компания Friends Logistics находилась в Финляндии, была резидентом Финляндии и платила все налоги Финляндии в соответствии с финско-российским договором о избежании двойного налогообложения. В принципе, этого должно вполне хватить, чтобы удовлетворить запросы налоговых инспекторов. Ну и еще раз повторяю, есть ли у вас какие-то проблемы, связанные с нашей компанией, вы пишите, я обязательно вам отвечу, как поступать, потому что у меня есть юрист, у меня есть налоговый консультант, у меня есть бухгалтер, и, в принципе, в течение короткого срока можно найти ответы на любые вопросы. Берегите себя, до очень скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok